Попросил вас это сделать, потому что многие из нас немного ботаники в своей жизни. Или нет? Мы всегда думаем о хороших вещах, домашних таких. Мне сказали, вот это посадили и выросла, растет пальма из финиковой косточки вообще. Мне Лина подарила, дома стоит уже вот такая пальма из финиковой косточки. Наверное, столько, сколько Ники лет, столько этой пальмы еще нет? Нет? Немножко меньше. Растет так медленно, чтоб вы знали. Не быстро. Когда я от нее дождусь фиников, я не знаю. Честно, поделюсь, обещаю, но когда я не знаю, сколько эта пальма будет расти. Ника, здесь сколько эта пальма лет? Лет восемь уже, да? Лет восемь. А вот такая еще, карликовая. Сколько этому созданию лет? Два года. Два года. Два года. Мы поставим прямо сюда. Посадим здесь. В своем детстве я часто лазил в соседские сады. Как многие из вас, наверное. Особенно, если приезжали куда-нибудь в село. По какой-то причине яблоки соседа всегда вкуснее, чем бабушкины. И нас всегда тянуло на какие-то поступки. Вот залезть туда в сад какой-то. Я помню эти сады. Особенно, знаете, какие-то колхозные сады. Все колхозные, все мое, да? Лазали туда. Там охранники там и бегали, убегали. Собаки. Я всегда что-то думал, что сады это вот яблоки, груши. Вот это сады украинские. Почему-то я когда рос ребенком, понимал, что сад бывает только фруктовый. Знаете, да? Потому что все-таки по-русски говорят роща ореховая, да? Да, там все такое. Но на самом деле, когда я в это уже более зрелое время начал ездить по разным местам мира, я понял, что сады бывают разные. Сад это не то, что мы представляем все фруктовые просто деревья. Сад это собрание деревьев, которые культивируются, которые огорожены, которым наслаждается человек и который носит плод. Я верю, что это очень важно для нас сегодня понимать, что то, что я сегодня здесь сделал, это прообраз сада, который Господь знает. Господь знает. Или же похоже на... У меня здесь виноград есть, и есть моковница. Есть виноградник вообще большой. И очень важно понимать, что Бог всегда в Писании сравнительно говорит о своем народе и о людях индивидуальных. Показывая им как бы ту заботу о своем винограднике или о своем саде. Поймите, что я сегодня буду говорить о том, что Бог имеет в виду, когда говорит о своем саде. Например, несколько примеров. Матфея 24, 32. Это не только сад, который мы говорим, индивидуальные личности, или же церковь, община, его тело. Но также говорит о временах и сроках. Вот, например, одно из мест Писания. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сбывающееся близко при дверях. Мы говорим, что Бог говорит человеку как притчами, наставляя его о жизни и то, что он хочет от человека. Особенно все в этом примере говорят, я хочу, чтобы вы были бодрствующие, чтобы знали, что время близко. Поэтому возьмите пример у смоковницы. Следующее. Исайя 5, 7 говорит. Так, виноградник Господа Саупа есть дом Израиля, и мужи Иуды, любимое наслаждение его. Интересно. Псалом 5, 51 и 10 стих. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков. Кто из вас чувствует так? Помните, там еще и песни-песни, 5, 12. Запретный сад, сестра моя, невеста. Запретный сад. Есть другие местописания, такие, как Еремия 17, 8. Ибо он будет, как дерево посажено при водах, и пускающий корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит сной. Листь его не зеленеет, и во время засухи оно не боится. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совете честивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании разводителей. Но в законе Божьей воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет, как дерево, посажено при потоках вод. Каждый из нас, каждый из нас мечтает стать частью того сада, того места, где садовником является сам Спаситель. Кто из вас не хочет быть таким садом? Кто хочет быть? Все хотят. Но мало кто из вас принес сюда эти маленькие вещи. Это была презентация каждого из вас. Каждый из нас принес сюда и говорит, это я, я хочу быть в этом саду. Каждый из нас мыслит, когда Бог говорит, что-то сделать, необходимо что-то сделать, но мы не хотим, мы переживаем, мы боимся. Но Бог говорит, что я захотел сделать свой сад. Это мой сад, в котором есть мое благоволение. И каждый из нас, когда мы читаем местописание о листе, о смоковнице, либо о винограднике, либо о чем-либо другом, мы хотим быть похожи этому дереву. Мы хотим, похоже, быть деревом миндаля, который Бог хочет взять его после своем дереве, чтобы потом из него сделать этот посох. Мы хотим быть виноградником, который приносит много плода. Мы хотим также быть маслиной, которая приносит эти маслины, это как бы елея, это было помазание. Мы хотим быть садом Божьим в руках его и хотим, чтобы он за нас заботился. Потому что только в саду Божьем мы будем чувствовать себя безопасно. В саду Божьем мы будем чувствовать себя в заботе, потому что сам Господь, Он говорит, я буду заботиться о своем винограднике. Виноградник олицетворяет дом Божий, народ Божий. Мы читали об этом, что Израиль – это мой любимый виноградник. Именно это Бог хочет сказать для каждого из нас, как Израиль состоит из верующих людей, которые уже уверовали в Ишовом Мессии, евреев, и не и евреев. Я верю, что это очень важная позиция. Бог хочет, чтобы мы были едины. То есть мы говорим сегодня о церкви, об общине. Дом Божий является этой общиной, является церковью. И это состоит из индивидуальных растений. Каждый из нас, как это растение, которое желает быть в этом саду, взятый Богом в удел, посадил Бог и хочет за Него нести ответственность. И Фессианам 2, 13 говорит, а теперь в Мессии Ишу, вы, бывшие никогда далеко, стали близки к крови Мессии. Ибо Он есть мир наш, заделавший из обоих одно, разрушившись стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей и закон заповеди учения, дабы из двух заделать одно, себе самому одного нового человека, устрояя мир. На этом основании, этого отрывка, я хочу сказать, что Божья община, это церковь, которая состоит из евреев и неевреев по плоти, неязычников. Очень часто люди говорят, ну вы евреи, а мы язычники. Мы люди, которые в одном теле. Уже Бог убрал эту стену, которая стояла между евреями и неевреями, и заделать одного нового человека для себя, посредством жертвы. Поэтому община Божия, церковь Божия, она состоит из евреев и неевреев, и является этим Божьим виноградником. Я надеюсь, вы со мной согласны, и в этом нету никакого оспарения. И сделать себе одного нового человека. Поэтому в этой общине вы увидите людей, которые имеют еврейские корни, которые не евреи, и которые евреи. Мы одно целое, и в этом есть вот этот цимис Божьего присутствия. Посмотрите на этот прекрасный сад. Вам он нравится, нет? Мы вчера вечером с ребятами строили его. И я понимаю, что в этом саду конкретно есть разные растения. И принадлежность к этому саду у каждого своя. Мы в этом саду. Каждый из нас находится в Божьей общине. Божьи виноградники. И это Божья цель. Давайте вместе с вами откроем Исаию. Я понимаю, что это очень важно. И услышьте, о чем я сегодня буду говорить. Не просто о том, что у вас виноградник. Вам нравится это все? Кто хочет быть в этом винограднике? Я в первую очередь, я принес свой. Нет, у меня это не любимый. У меня там их много, любимые, большие. Нужно было тысячи человек, чтобы принести. Да, большие и хорошие. Но, воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленному моего о винограднике его. Исаия, 5 глава, 1 стих. Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленному моему о винограднике своем. Что это значит? Я хочу вам спеть песню, которую поет мой господин о своем винограднике. Я хочу сегодня вам сказать то, что Бог хочет сказать вам о своем винограднике, о своей общине, о своей церкви. Услышьте. Здесь говорит Исаия, слово, которое говорит, я хочу говорить песнь, которую поет Бог о винограднике своем. Следующее. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. У нас есть горы. У нас есть виноградник. У Бога был виноградник на вершине горы уточненной. Другими словами, то место, которое он особенно избрал. То место, которое он захотел, и он избрал, чтобы там насадить свой виноградник. Как вы думаете, у виноградника, у виноградаря, может быть один виноградник или несколько, или много? Много. Все зависит от того места, где он считает нужным его посадить. У виноградаря, может быть, несколько виноградников. От самых маленьких до самых больших, потому что он знает конкретно, какая земля, и что он ожидает от этого виноградника. Спасибо. Это интересно, потому что Бог говорит здесь, у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он обнес его ограду, очистил от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди его, выкопал в нем, точило, ожидал, что он принесет добрые грозди. Интересно. Я на основании этого писания попробовал сделать или же картину, чтобы вам было ясно, что происходит. Бог поет песню о своей церкви, о своей обобщине. И она как целиком есть, могут говорить, по всему миру. Одно тело всего лишь, нет как бы два тела, три тела, есть одно тело, но и по местной общине, по местной церкви. Бог заботится о своей по местной общине. Сколько бы их ни было вообще здесь в городе, и по всему миру, у каждого Бог и поставил свой виноградник, который необходим. Я верю, что этот дом, который Бог посадил нас здесь, это наш виноградник, это Божий виноградник. Я надеюсь, вы понимаете, о чем говорю. Он говорит, что в этом винограднике он поставил стену. Вы это видите? Он выточил, точило, чтобы оно было. Мне не было достаточно материала, чтобы построить башню. Мало времени. Он сделал все необходимое, чтобы этот виноградник приносил хороший виноград. Мало того, он говорит, я отобрал особенные сорта винограда для того, чтобы он мог приносить добрый грозный. Интересно, что цель Божия именно в этом состоит. Чтобы приносить добрый плод. Второй Тимофея 2.6 говорит трудящему земледельцу, первому должно вкусить от плодов. разумею, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Богу верому должно вкусить от своего виноградника. мы продолжим дальше. А он принес дикие ягоды. Удивительно. Если человек, который виноградар, выбирает должные именно сорта винограда, он знает конкретно, что он должен произнести, производить. Насадив его, он ждал, поставил ограду, потом, не дождавшись хорошего, он получил дикое. ныне жиль, жители Иерусалима, мужи иуды, рассудите меня с виноградником моим. Этот вопрос сегодня говорится не только к нашей общине, вопрос говорится ко всем виноградникам, которые Бог насадил. От домашней группы до мега-церкви. Бог говорит, я хочу видеть нечто. Самая большая цель Божья, основная цель Божья в своем винограднике это принести добрый урожай. Это желание Бога, чтобы этот урожай был, чтобы он прибыл вовек. Это обращение Бога, если он принес не те виноградники, которые я ожидал, рассудите меня с моим виноградником. Что еще накажало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему? Когда я ожидал от него, что он принесет добрые грозы, он принес дикие ягоды. Когда-нибудь вы переживали неоправданное ожидание? Что вы тогда чувствовали? Что вы переживали? Когда ваши ожидания были неоправданы, что вы хотели с этим всем сделать? Когда христианин должен был поступить по-христиански, поступил как халдей, что вы хотели с ним сделать? Дать в ухо. Пастырь, не спрашивайте. Услышьте мои слова сегодня. Я знаю, что я получил четко от Господа эту проповедь. Я сегодня хочу донести до многих многих людей, которые здесь, которые смотрят нас по интернету, которые будут пересматривать, может, тысячи-тисячи людей. Может быть, это поможет тем, кто сегодня за экраном смотрит все это. я понимаю, что мы переживали, что мы переживали, когда все происходило, когда вы помогали и заботились о людях, вам весьма дорогих, а они в ответ остались неблагодарными вам. Что вы тогда хотели с ними сделать? Когда думаешь, я все сделал этому человеку, все, я отдал ему свою душу, я полнул ему всем, а он просто тебя кинул. Что ты чувствовал? Услышьте сердце Бога. Когда Бог ожидает от своей когли, от своей общины, от своей церкви, которую он оградил, которая поставила охрану, которая защитила от врагов, которая предоставила воду, предоставила необходимость, окапывала, которая поставила все необходимое, он вдруг получает неожидаемое. сегодня вопрос именно к этому движется. Бог делает ответ винограднику своему, говорит, так я скажу вам, что сделают с виноградником моим, отниму него на ограду, и будет он опустошением, разрушу стены его, и будет попираем, оставлю его из опустений, не будут не обрезать его, не вскапывать его, зарастет он, тернами и волцами полевую травою, повелю облакам не проливать на него дождя. Очень, очень интересная история, и очень для многих известна эта история. смотря в этот мир, мы видим, что многие вещи происходят, где вот поднимались общины, церкви, группы домашних какие-то, люди, которые делали какие-то действия, и вдруг через время это не оно разрушилось. Почему? Намерения хорошие, и действительно, действительно, откровение Иоанна, 2-3 глава, там есть обращение к семи церквям, к семи ангелам церквей. Я рекомендую вам почитать немножко об этом, посмотреть, как Господь смотрит на их дела. Я не буду зачитывать, потому что Он говорит одно из них, я знаю дела твои, я знаю, что ты ненавидишь грех, ты видишь, что ты противостоешь, но умею против тебя нечто. Ты оставил первую любовь. Кажется, все нормально, и растут, и ненавидят грех, и евангелизируют, и все, потом вдруг Бог говорит, подожди, секунду, я судья праведный, я хочу с тобой разобраться. Нет достойного плода, нету твоей любви первой. Можно там перейти, я открою, один из примеров, там есть множество. Мое мнение, что каждая группа верующих людей, собравшиеся с целью благовестного расширения Царства Божия имеют равные шансы доброго виноградника. Слышите, нет? Когда люди собираются в группы с целью проповеди Евангелия, благовестия, и чтобы Царство Божие расширилось, чтобы евангелизировать, чтобы расти, чтобы людей поднимать, помогать, что цели у них хорошие. И в данной ситуации равные права или равные условия для всех. Там есть ограда, там есть колодец, там есть башня, там есть необходимость. И Бог это дает. Я верю в это. Но я также верю, что одному дается 10, другому 100, а третьему тысячу. Этим группам дается возможности по силе и по мере их невозможности. Но именно равные условия. По каким же критериям Бог сегодня осматривает свой виноградник? Он смотрит его по урожаю, а не по размеру и красоте. Бог смотрит и хочет, чтобы мы принесли достойный плод. Он не смотрит на размер, он не смотрит красоту, он не смотрит, как оно красиво все выглядит, и как мы одеты, и как классно. Он смотрит, насколько влиятельный твой плод. То ли ты в домашней группе, то ли ты находишься в тысячной или десятиты тысячной общине. Нету разницы. каждому винограднику дана его граница. Каждому его граница становится его безопасностью. Другими словами, есть тот закон, который Бог поставил вокруг нас, который хранит нас от внешнего мира, от наших врагов. Каждому винограднику дан садовник, чтобы он убирал камни, окапывал, поливал, очищал. Это пастера и служителя. Я говорю вам сейчас эти пять пунктов, которые на основании Исаии пятой главы. Он говорит, я оградил, я убрал камни. Следующее, он каждому винограднику дана построенная башня. На башнях твоих я поставил сторожей. Это молитвенное служение, которое защищает и смотреть, когда приходят враги. Построил башню. В каждой маленькой группе, 10 человек у тебя или 10 человек, там должна быть башня. На этой башне становятся молитвенники, ходатари. На каждую винограднику выкопано точило. То есть то место, куда будет собираться урожай, из чего будет делаться тот доход, что должно произойти. Я верю, это место для твоего служения. Каждый виноградник насаждается отборным виноградом, либо другими растениями, от которых ожидается плод. Это евангелизация, люди имеют право прийти. Мы говорили насаждение. Мы посажены в этом месте. Вот это услышите. Виноградник может быть огромным, но начинается навсегда с нескольких кустов. Либо маленькие, тоже несколько кустов. Когда это не происходит, когда группа людей, которые думали, что они отделяются для того, чтобы начать что-то Божье, что-то важное, что-то сверхъестественное через откровение и действительности. Бог дает это откровение, чтобы потом эта группа принесла плода. Но если эта группа не считает важными эти пять основных критерий, которые Бог сегодня ставит перед каждой группой, они чувствуют, что они просто собираются, чтобы ублажать друг друга, чтобы наслаждаться Богом, чтобы его присутствие было хорошо, но не ставят цель принести плод, я скажу вам, это приносит дикий виноград. Хотите, вам нравится это или не нравится, но это факт. Это происходит. Суть цели, Бог оценивает каждую группу, каждую церковь, каждое собрание по мере его плода. Плод должен привлать. Итак, Бог не хочет просто иметь в себе ботанический сад. Бог не хочет себе иметь просто ботанический сад. Если вы думаете, что это просто так его развлечение, у него есть цель в своем винограднике. и поэтому он сделает все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, чтобы вы чувствовали, что у вас убраны камни. Помните, да, равняйте дорогу. Камни это что у нас? Грехи наши. Мы должны их подальше. Он все сделает, чтобы у нас была вода. Он все сделает, чтобы у нас была именно молитвенная башня. Молитесь всегда и постоянно за всех человека. Он сделает, чтобы у нас было место. Но если группа, которая собирается лишь для того, чтобы помогать друг другу, наслаждаться Богом, и вот это присутствие духовное, не имеющее цели спасения людей, умножения и роста, она приурочена к уничтожению. И Бог говорит, вот, что я сделаю с таким виноградником. независимо, 10 человек у тебя, 5 человек у тебя, или же у тебя с 1000 человек. Бог говорит, если замыкается только в себе, вот, что я сделаю. Я оставлю его в запустении, вернее, я отниму от него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, и не будет не обрезанным, не вскапывать ему. Зарастет он тернами и волцами, поверю облакам, не проливает на него дождя. Это я говорю тем людям, которые смотрят меня по интернету, тем людям, которые просто пришли поглазеть, что если вы думаете не ставить перед собой цели, принести перед Богом плод, то вот, что может вас ожидать. Если вы считаете, что можно приносить плод вне Божьего виноградника, вы сильно ошибаетесь. Невозможно стать быть в Божьем винограднике бесплодным, и говорить Богу, ты знаешь, у меня плод в другом месте. У меня плод вот там, вот там у меня тысячи людей опитаться и быть скопанным и наслаждаться всем вот здесь. Плод принадлежит Божьему винограднику в Божьем месте. И это правильное. Как вы сказали, хорошо это в общине от церкви, но церковь всегда состоит из людей. К этому я приведу сюда пример. Помните, я сказал, что в каждом саду есть свои места. Лукаш 13, глава 6, стигает, и сказал сию притчу, некто имел виноградники своем, мы говорим виноградник, да, вот, в этом винограднике некто имел в этом винограднике маслину, пришел искать плода на ней и не нашел. У меня есть маслина, это маслина, на ней нет плода. винограднице, который человек посадил, он нашел место для того, чтобы посадить там еще и маслину, вернее, смоковницу, извините, пожалуйста, это моя ошибка, смоковницу, и сказал виноградник, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она землю занимает, но он сказал им ответ, господин, господин, Адон, Адон, подожди, не надо, оставь ее на этот год, пока я не окопаю ее, обложу навозом, не принесу плода, если же нет, то в следующий год ее срубишь. Мы читаем эти притчи очень легко, но если в сути посмотреть, то давайте мы посмотрим притчу намного глубже. Другими словами, человек, который хозяин этого виноградника, говорит, дай мне причину, почему я не имею права ее срубить. Дай мне причину, не сделал ли я для нее все необходимое, что должно было быть. Смотрите, если человек находится в общине, та защита, которая вокруг него, вокруг сада, не только принадлежит всем остальным, но также, мы говорим, ада не одолеет общину, то есть церковь ее. Да, она стоит в охране, но внутри есть также охрана, потому что Писание об этом говорит, что Господь, твердыня моя и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него уповаю, щит мой, рот спасения, ограждение мое. Говорит это лично для меня, что да, оно в ограде, весь этот сад, но внутри мы чувствуемся тоже огражденным. он говорит, дай мне причину не рубить ее, ведь я сделал для нее все, когда-то я проходил мимо, нашел эту смоку, кто из вас любит смоку? Они начали популярные силы в это время, да, особенно, кто видел эти зерна маленькие? Он говорит, я увидел эту сгнивающую смоку, и я понял, что из нее я могу дать ей шанс, я могу посмотреть в своем саду и дать ему шанс, чтобы она стала плодовитой. Как много из нас были потеряны у дороги, и Господь нашел нас. Он привел нас в свой сад, посадил, и мы там росли, мы говорили, как хорошо здесь, я возрастаю, хваляю похоронение, как классно домашние группы, ой, как хорошо здесь и забота, и помощь, и молитвы, и что бы ты не захотел там, в этом саду, оно есть, оно в этом саду. Он говорит, я дал этому зернышку расти, и каждый раз я приходил и наслаждался, когда она выросла, когда она выросла, зрелая состоя, то есть в то время, когда она должна приносить плоды, я пришел, а там нет ничего. я думаю, ладно, может быть, еще не время, я пришел третий раз, и нет плода, дай мне причину, не рубить ее. И знаете, садовник сказал одну вещь, которая удивительна, ты своими словами сказал, ты нашел ее у дороги, ты полюбил ее, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, всякий верующий в него не погибли. Ты своими словами сказал, потому что ты любишь ее, поэтому дай ей еще один год. Я обнесу ее на навоз, окопаю, и может быть, нет гарантии, может быть, многие люди так чувствуют себя, что они не может принести плода, и Бог еще делает еще ситуации, их еще приводит на какие-то ретриты, на какие-то молитвенные дома, еще поднимается, окапывает, поднимайся, вот это время, ты чувствуешь хорошо себя, все хорошо, но ты должен принести плод. Цель Бога в своем винограднике видеть достойный плод. Мы забываем об этом, мы забываем. Многие люди думают, если не попали в Божий виноградник, как некая особенное дерево, особенное индивидиум такой, что я не похож на виноградник, а только винограднику нужно приносить плоды, ну виноградник паши, как ты можешь, вот тебе надо, ты же понимаешь, что ты будешь отвечать, а мне, я здесь вообще как кедр наливания, я как смог, который можно спрятаться в день знойный, я здесь, чтобы мой господин отдыхал, когда после работы, или же обыкновенно оливковое дерево, либо роза, на Сионе, да, там есть, Сионская, ой, 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 мы считаем, что мы здесь для того, чтобы развлекать нашего господина, не забудьте, что у каждой вещи в Божьем саду есть свое предназначение, и это предназначение принести плод, от тебя это ожидается, ожидается, а града виноградника является твоей защитой, помни, что то, что Бог может сделать со всем виноградником, может произойти и в твоей жизни, это значит на примере смоковницы дано тебе, дан тебе шанс расти в его винограднике, чтобы принести свой плод, ты не можешь сказать хозяину, извини, я бесплодный, потому что у меня там в другом месте есть плоды, а ты их не видишь, так не бывает, плодами пользуются где? В винограднике, кто пользуется? Хозяин, Эфесянам 5 глава 11 стих говорит, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Другими словами, если есть бесплодие, значит, каким-то образом оно соединено с тьмою, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, если нет плода, значит, оно каким-то образом соединено там, с с тьмою, там, где нет света. Уже секера при корне дерево лежит, всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубает и бросает в огонь. А, вы говорите, а, но у меня еще есть немножко времени, тебя окапывали, тебе говорили, а теперь нечто особенное лежит у твоего состояния, секера. многие скажут, о, пастор вышел с топором. Секера служит только для одного. Забрать то, что может не предлежать. страшно. Кто из вас это немножко аж напрягся? Мы не понимаем, когда мы читаем Писание, что что-то за этим стоит, когда Бог говорит. Смотри, секера уже при твоем корне. Почему? Потому что нету доброго плода. Если начаток свят, то и все целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые ветви отломились, то ты привитого между ними не гордись, потому это тоже может быть отсечено. Другими словами, есть корень, есть все необходимое для того, чтобы приносить плод, но люди сегодня считают, что это не их приобретимом приносить плоды. Им легче ругаться, ссориться, им легче надуться, им легче уйти, им легче это сделать, но не решать вопросы, которые решает Господь. Убирать камни, давать воду, делать все необходимое, чтобы оставаться в Божьем саду. плоды. Какие могут наши предплоды? Эфесянам 5 дней, потому что плод Духа стоит во всякой благости, праведности и истине. Благости, праведности и истине. Евреям 13-15, и так будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод прославляющих имя Его. Когда мы все общаемся, когда что происходит, прославляем ли мы Бога в это время? Надо думать. Иаков, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Как часто мы вспыхиваем и мы не хотим решать, не хотим решать мирным путем, мы только хотим как-то вот все, не нравится, уйду, пройду и начну что-то по-другому. Узнай, что если ты делаешь это, от тебя все равно требуется плод, а не твои вспышки, не твои эмоции. Плод за этим Господь смотрит. Галатам 5.22 Вы знаете, Плод же Духа есть, и Он есть, и на Нему нету. Любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротность, воздержание, на таковых нет закона. Но те, кто Христовы, Мессии, расплипоть со страстями и похотями. Вы хотите приносить плод в Божьем Царстве, которое именно как Божий виноградник, Он здесь, в каждой общине, в каждой церкви, в каждой домашней группе должен произрастать. Он должен произрастать. И если домашняя группа, или группа людей, которые собрались по каким-то своим откровениям, не приносит плод, вы знаете, что с этим будет. И это происходит. У каждого из нас есть надежда. У каждого. У меня тоже. Вы скажете, ну ведь бывает разное в жизни. Бывает. Мы грешим, мы приступаем в законы Божьи. То есть, другими словами, мы где-то бежим и уперлись в этот забор. Кто пытался головой разбить забор? Нет, ну так вот закон невозможно разбить. Ты чувствуешь, тебя больно. Наговорил на братья и сестер, ах, шишку получил здесь. Нехорошо. Почему? Потому что ты ударился в забор в защиту Божьего. Понятно, да? украсть прелюбодеяние и так далее, слова злословия, ложные наговоры, все ударение в эту защиту. Вопрос, ты потом хочешь переплыгнуть ее, уйти, знай, что за это можно понести еще больше наказания. Ты же понимаешь, если ты не будешь приносить плод покаяния, то ничего не произойдет. У каждого из нас есть проблемы, но для нас очень важно, чтобы мы правильно подходили. ИФ 14 7 Может быть, кто-то из вас чувствует, что он недостаточно в этом мире или в этой общине, либо там, где вы находитесь, принесли достаточно плода, который угодил бы Господу. Вы чувствуете, что вот этот звук секеры уже почти звучит в ваших ушах, и вы чувствуете, что вот надо что-то сделать, хочу вам напомнить. Может, что-то и даже чувствует, что он был срублен, и знаете, в своей жизни он был откинут и отвергнут тем виноградником, которые находились, там ничего не осталось, вы остались этим пеньком, который вот похожий вот на этот там, где секера лежит. Я хочу вам дать надежду сегодня. ИФ говорит, для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет. Слышите? И отрасли от него выходят и не перестанут. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но есть лишь подчула воду, она дает отпрыски, пускает ветки, как бы вновь что посажено. У Бога всегда есть надежда для нас. Что бы ни происходило в твоей жизни сейчас, я хочу сегодня сделать одно, одну вещь, дайте мне этот пульт. я хочу сегодня сказать вам слова того челоработника в винограднике. дай мне еще один год. Этот год я назвал чуть просто, надеюсь правильно сложится еще. Если мы хотим, если на самом деле мы хотим поверить, что это наш год, принести много плода. Я назвал последующие сколько у нас будет времени. Год для Бога лицом к лицу. появляйте помимо и помимо. Надо что-то сделать и зависит это от нас. Если вы помните, Господь сказал, что еще мне нужно было бы сделать для них, чтобы они принесли добрый год. Самое важное я уже сделал. Я нашел их возле дороги, никому не нужным, отверганными людьми, полным грехом. Взял это зернышко, принес его в свой сад, и нассадил его. Я привел вас в эту общину, либо в другую церковь, либо домашнюю группу. Я нассадил вас там. Следующее вы пережили охрану мою, которая всегда есть, она не уходит. Я давал вам слово, поливал это необходимость. вы выросли в прекрасное дерево. Я наслаждаюсь этим деревом, но время мое не исчисляется времени моего отдыха с вами и переживания с вами. Мое время исчисляется вашим плодом. Добрый он или худой. Сегодня я призываю каждого из вас на самом деле прочитать Откровение Иоанна 2-я 3-я глава. Не думайте, что это касается только пастора. Так много людей думают, пастор ответит за все. Я в ответе перед Богом, чтобы дать вам направление. убрать те камни, которые мешают вам. Но это ваш выбор, лично ваш выбор. Оставить эти камни, отказаться от воды, уйти через эту ограду в другое время, в другое место. Бог говорит, я все сделаю для каждой группы людей, которые собираются во имя мое, имеют цель расширения Царства Небесного через проповедь. Я все сделал. Но успех каждой группы, успех каждой группы за визит от их плода. Этот год для нас, для нашей общины будет годом встречи с Богом лицом к лицу. Не только корпоративно, не только как все вместе, а также индивидуально в своих домах, с своими детьми, на своей работе, со своими ситуациями лицом к лицу. Яков встретился с Богом, он встретился лицом к лицу, он встретился своими личными проблемами, он не пытался решать через кого-то свои проблемы, он должен был решать сам эти проблемы, но с Богом. Слышите? Взять на себя ответственность, решить ситуацию, но с Богом поэтому говорить лицом к лицу. По-другому вопросы не будут решаться. Слышите? 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 Слышите?